Я думаю, давайте мы приступим к тем вопросам, которые мы пытаемся обсудить сегодня. И у нас на протяжении последних лет мы регулярно встречаемся по территориям. В Марусино первый раз. Но я думаю, кто-то из вас же бывал. Мы и в Красково, и в Малаховке, и в Любрицах регулярно. Кому что-либо интересно, тот приезжает. Ну, плюс социальные сети еще работают. Все же в них мы находимся, наверное, сегодня. Тоже факт. Поэтому и в социальных сетях можно те или иные вопросы решать. Поэтому вот на сегодняшний день мы ряд вопросов, как бы я попытаюсь их вместе с вами обсудить. Ну, чтобы с чего-то начать. Поэтому я коснусь тем дорог, что очень важно для района, для Марусино конкретно. Поэтому я скажу, что тут вот на слайдах видно, я не буду долго говорить. Значит, в этом году, уже за летний период, весенне-летний и немножко осенью, мы отремонтировали 25 дорог. Я хочу сказать, что, по сути, это первый год так получилось, что мы с ремонтом не ушли в снег. По той лишь причине, что были выделены деньги, потому что деньги выделяются со стороны Федерации, области и муниципалитет. Иногда, когда деньги выделяются поздно, поэтому сегодня есть некая процедура, надо проводить аукционы. И понятно, что все уходит порой, скажем, в глубокую осень. В этом году все было проведено своевременно, поэтому дороги отремонтированы. Вы, наверное, это видите, наблюдаете. Нам удалось, насколько это у нас получается, мы пытаемся удержать ситуацию, что касается ямочного ремонта. И это жестко под контролем. Сегодня мы пытаемся через людей, кто работает в социальных сетях, чтобы они нам сбрасывали какие-то точки, координаты, дороги. Поэтому мы стремимся, чтобы дороги были без ям. Насколько у нас это получается, вам судить. Поэтому было отремонтировано, значит, вот тут на слайде показано, более 10 тысяч ям. Это все сегодня фиксируется, потому что оплата по каждой яме идет. Сначала идет фотография этой ямы, потом, значит, как эта яма заделывается, и третья фотография, яма сделана. Плюс эта яма привязана к системе ГЛОНАСС. Сегодня техника позволяет. Поэтому оплата происходит, исходя из конкретных, от конкретной фотографии, от конкретных действий и с приложением фотоматериалов. Чтобы было понятно сегодня, я вам так скажу, ну вот, может быть, я и грубо скажу, но как молодежь говорит, на дурака не проскочишь. Поэтому сегодня все фиксируется. Давайте следующий слайд. Что касается, значит, Люберец, и особенно Люберец, да и наших поселков, где есть станции для электричек. Сегодня так уж получилось, что все Подмосковье, начиная от Рязани, двигается в сторону Москвы на своем автотранспорте. Сегодня, по сути, к Люберцам подошло три станции метро. В следующем году откроется еще минимум две. Поэтому народ, который работает в Москве в основном, они пытаются свою машину бросить где-нибудь, либо недалеко от станции железнодорожной, либо где-нибудь от станции метро. Поэтому создаются большие проблемы для жителей, особенно кто жил возле станции или в Люберцах. Поэтому мы поставили задачу делать и перехватывающие парковки, но делать и парковки во дворах. Поэтому в этом году было сделано порядка 5640 парковочных мест. Это, я вам скажу, мы входим в пятерку самых таких городов, где было сделано больше всего парковочных мест. Ну и тут тоже показано, что, даже тут не показано, вы должны знать, мы в этом году отремонтировали 69 дворов. Мы, когда двор ремонтируем, то он ремонтируется комплексно. Это дворовая территория, это дорога во двор, это обязательно тротуар, это обязательно парковочные места, это обязательно детская спортивная площадка. Я думаю, вы тоже это все заметили. Следующий слайд. Значит, ну для вас это будет, наверное, интересно в том плане, что, значит, в план МОЗ Автодора поставлена реконструкция Зенинского шоссе. Значит, будет с двух полох четыре плюс реконструкция моста через Пихорку. Поэтому к этой работе приступят сразу с весны следующего года. Я думаю, что здесь будет движение совершенно другим. Следующий слайд. Да, до четырех полос. Вот пихорка маленькая, вот здесь. С реконструкцией моста. Я сказал, с реконструкцией моста. И мост будет делать, да, расширять мост. Ну это сейчас вот планы верстаем, впереди зима. Может быть и до вас, я сейчас не готов вам сказать. Дальше идем. Значит, что касается, сегодня мы верстаем планы ремонта автомобильных дорог по городскому кругу Люберцы. Мы так прикидывали, что где-то будет ремонт дорог не менее 45-47 дорог. Эти вопросы мы обсудим по ремонту дорог вместе с вами, жителями, вместе с депутатским корпусом. Значит, верстается план, выделяются деньги, и мы приступим в следующем году к ремонту дорог. Каким образом мы, я уже об этом сказал, мы опираемся на мнение жителей, пытаемся снять срез предложений жителей через социальные сети, а также происходит голосование через систему добродел. Поэтому мы пытаемся, как бы, выловить мнение жителей, которые, как бы, предлагают именно те дороги, где максимальное будет количество голосов. Поэтому, потому что желательно сразу все сделать, но вы понимаете, сразу все нельзя сделать. Поэтому будем делать те дороги, где будет максимальное количество заявок от жителей. Следующий слайд. Ну и что касается транспорта. Транспорт, что касается Люберец и ваших поселков, Марусина, Зенина, значит, это такая тема тяжелая, потому что дороги перегружены, и на сегодняшний день мы пытаемся, чтобы и транспорт ходил. И мало того, что на сегодняшний день у нас есть перевозчики частные, есть автоколонна 1787, поэтому мы делаем упор на автоколонну 1787, потому что в автоколонне 1787 есть автобусы большой вместимости, и особенно, скажем, вот, доехать людям, либо кто-то, я уже извиняюсь, малоподвижный образ жизни в том плане, что колясочники, он в маршрутку не зайдет, есть женщины, которым надо доехать то ли до больницы, то ли где-то до Москвы с коляской, она в маршрутку не может зайти. Поэтому мы ставим задачу вот эти маршруты, как бы, перевести на обслуживание автоколонны 1787 автобусы большой вместимости. Поэтому тут вот написано 123 маршрута, значит, перечень, какие муниципальные, межрегиональные, а также есть и транзитные маршруты, поэтому мы ставим задачу вот эти вопросы решать. Кроме того, у нас есть форум «Люберецкий пассажир», и мы регулярно, как бы, с жителями общаемся, потому что есть маршруты, где-то надо продлить, где-то надо, скажем, маршрут изменить, и мы пытаемся держать руку на пульсе и эти вопросы решать. Следующий слайд. Поэтому тут на слайде, значит, дана, как бы, такая картинка, какие маршруты нам удалось, опираясь на мнение жителей, либо изменить, либо оптимизировать, либо продлить. И эта работа будет идти дальше. Поэтому, чтобы я не занимал ваше время, и вам не очень интересно, когда я о чем-то говорю, а у вас другие вопросы, вам интересны более, как я скажу, другие темы, поэтому переходим к работе в режиме вопрос-ответы. С кого начинать? Будьте добры, представьте, пожалуйста, кто сейчас здесь есть за ответственный приз, чтобы мы понимали, в пустоту мы вопросы будем задавать или здесь? Я вам скажу, здесь есть в зале, значит, во-первых, ну, я как глава, я, в принципе, за все отвечаю, чтобы было понятно, а также мои заместители здесь по всем направлениям присутствуют, а также работники управления внутренних дел. Я вам скажу, значит, я этому застройщику говорю, что он, ну, просто на руку нечистя, мягко скажу, я говорю всему жестче. Поэтому все эти вопросы, значит, вот такие горе-бизнесмены, они затянули и вводят людей в заблуждение. Поэтому он клятвенно обещал детский садик сдать в 2015 году, в декабре месяце. Более того, мы подтянули инвестора-застройщика, которому он тоже должен до сих пор. Тот достроил, тот ему не заплатил. И эта тема тянется уже два года, третий год. Поэтому на сегодняшний день у нас справки готовы и на дом, и на детский сад. Они готовы. И мы говорим, значит, ты только подпишешь детский садик, мы сразу же все документы оформляем на дом. Хотя технические условия на дом не готовы. Он должен был вложить деньги в развитие котельной, которых он не вложил. В электросети он не вложил. Мы идем на то, понимая ваши проблемы. Это уже мы останемся, по сути, с этими проблемами один на один. Потому что мы дом только принимаем. Он уже с точки зрения права к дому не имеет никакого отношения. Хотя он не выполнил тех заданий ни на тепло, ни на воду, ни на электричество. Мы эти уже вопросы будем как-то дожимать. Сами самостоятельно. А вы будете нам писать письма, что у вас будут проблемы с теплом. Мы сдадим дом. Я еще раз сказал. Стремимся к этому. Я вам скажу, я стремлюсь, всегда говорю, при условии, что этот парень, который, фамилия его Буркин, по-моему, Сергей Александрович его зовут. Буркин. Олег Николаевич. Буркин не сбежит, не будет темнить, потому что по нём плачет прокурор, уголовный кодекс и прочее. Говорю, как есть. Я беру. Но, понимаете, получается, этот объект, он вложил как частник свои, он считает, деньги частные. Это его частная собственность. Я же не имею к этому отношения. Поэтому он может мне отдать, а может не дать. Но вы страдаете. Мы его догоняем. Постараюсь до конца года решить. Последние 18 лет в стране созданная система, при которой... Что ж такое? При которой, в общем-то, гражданам дотянуться до администрации невозможно. Чиновники могут отвечать на запросы как угодно. Вы обманываете людей в эти заблуждения. Я стою перед вами. Подождите секунду. Вы врёте. Вам гласит. Подождите секунду. Вы врёте, дорогой. Подождите секунду. Я по делу. Мы задавали два... По делу и враньё разные вещи. Мы по делу... В чём я вам наврал? Я вам объясняю. Письмо 27... Шатов Андрей, житель Заречного, деревня Марусина. Значит, мы писали письмо по поводу того, что жители Заречного провели советы домов. Решили организовать ограниченную территорию. Ограниченную. Мы имеем право на это поставить шлагбаумы, чтобы у нас непонятно никто не парковался. У нас сейчас на территории устроили свалку грузовых автомобилей на придомовой территории. Вы понимаете, что это, в принципе, законодательством запрещено, да? Но мы сейчас не имеем возможности ограничить въезд на территорию. Мы попросили в соответствии с тем планом, который существует застройщика, согласовать установку двух шлагбаумов на территории. И, соответственно, советами домов определили суммы, собрали деньги. То есть все со стороны жителей решено. Нам господин Хромцов отвечает, по понятной причине, что судебные тяжбы по дороге между нами и СНТ не решены. Это неправда. Я передал секретариату документы арбитражного суда касации о том, что дорога администрации и вопрос давно решен. Мы этот вопрос обсуждали с депутатом Марусина, который стоит за вашей спиной. Я вас очень прошу, если вас не затруднит две минуты после собрания, с Ренатом Искандеровичем просто проехать в это место и посмотреть размах беды. Вот, там есть дорога жизни, она метров 70. За ней 19 домов многоквартирных находятся. Каждый день рискуя своей жизнью, люди, не имея ни тротуара, ничего, идут между машинами, с колясками. Вы знаете, что там... Хорошо, значит, вот здесь Хромцов Владимирович встанет, скажи людям. Я после собрания готов поехать на территорию, посмотреть сам лично, что происходит, что вы предложили. И, если потребуется, наше вмешательство будет это вопрос. Не наше вмешательство, а вопрос надо решать, без всякого вмешательства. Либо да, либо нет. Принято власть. В начальство не играем. Вмешательство, слова подбираешь, вмешательство. Какое вмешательство? Следующий вопрос... Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Да, конечно. Красавец. Следующий вопрос, спасибо за ответ. Следующий вопрос, который касается ЖКХ и наших отношений с потенциалом. Я передал секретаря, то я сейчас время не буду занимать, потому что много у всех вопросов. Вас потенциал устраивает или нет? Нет, нас не устраивает потенциал. Берите другую компанию, я же не против. Это дело ваше. Сейчас проблема в том, что у Заречного нет ввода. Люди не могут оформить собственность. Люди с удовольствием... Все жители за ДСЖ. Мы не хотим посредников, мы не хотим воров. Мы хотим сами своим жильем управлять. Мы сейчас не можем это сделать, потому что ЖК Заречный не вводит. А провару владеешь вопросом? Вопросом владеешь? Уже два года истебаемся. Дрогая на Заречный. Причину не ввода. Мы прекрасно все знаем. Поэтому давайте сейчас в сумме защиты застройщика не упоминать. Просто что администрация делает? Дорогой, давай договоримся. Вот здесь перед тобой Ружинский стоит. Мы никогда никакого застройщика не защищаем. О чем говорите? Мы не говорим про застройщика, а мы говорим про то, что готовы сделать для Заречного, чтобы решить этот вопрос. И все. Александр Михайлович Проворов. Проворов ответит. Уважаемые жители, значит, я Проворов Александр Михайлович, завод, замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству. Если вы провели собрание непосредственно того, что у вас есть на руках договора, значит, давайте совместно тогда выберем инициативную группу, которая у вас есть вместе с Ренатом Искандеровичем, вызовем к вам сотрудника Государственной жилищной инспекции, чтобы он вам разъяснил, каким образом вы можете сменить управляющую компанию, каким образом вы можете создать товарищество с обществом жилья, и по этой составлению дорожной карты, которая будет составлена совместно с Государственной жилищной инспекцией, пойдем и реализуем ваши желания. У нас есть жилищный кодекс, но в рамках него и есть. Давайте, я предложил вам встречу с Государственной жилищной инспекцией. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, идем дальше. Так. Вот тут. Ну давайте, девушка, впереди вы. Я представитель ЖК Малого Павлина. У меня очень куча вопросов вам. Начиная это оплата за должность по электронензии. Вторая категория надежности электроснабжения. Детские площадки, которые отсутствуют. У меня больная тема. Я мама, многодетная мать. У меня трое детей. Начну с детских площадок, которые нам поставили совсем другие. С которых мои дети с детских площадок, с горок скатываются. То есть у нас огромные лужи, канализации, где вонь нереальная. Каждый день чистят канализацию под моим окном. Теперь же эти площадки все снесли. Ни одной площадки, ни одной скамейки. Где вот с моими тремя детьми мне проводить время. Владимир Петрович, после встречи в самолете мы разговаривали с Рыжовым Эдуардом Александровичем. И он сказал, чтобы это все было не так, когда мы рассказали, а потом еще месяц ждем какого-то ответа. Он предложил скинуть наши все проблемы и вопросы ему на электронную почту. И он вам должен был, ну вообще, как и потом он сказал, что он вам довел наши проблемы до вас. И вот сегодня мы хотели бы потом получить ответ на наши вопросы, которые мы отправляли два месяца назад. Собственно, такие же действия были сделаны в отношении деревни Мавусино. Рыжову также направлялась информация. И еще второй вопрос, который я увидела Александра Михайловича. Скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, вы когда ставите подпись под своим каким-то документом, вы берете ответственность, да? Мы неоднократно пишем какие-то жалобы на добродет. Вы пишете их на основании нашей управляющей компании. Вот последнюю жалобу берем. Не работают фонари. Значит, сфотографировано один фонарь. Управляющая компания фотографирует другие фонари. Вот он как не горел, так и не горит. Вот скажите, пожалуйста, вы не счете ответственность. Вот ваш авторитет вообще... Как? Я вот даже наоборот. Вы свою подпись ставите. Я вот тоже руководитель. И чтобы поставить свою подпись, я еще 25 раз проверю. Вы как? Вся информация проверяется. Значит, управляющей компанией тоже выезжаем. Если есть вопрос по уличному освещению, готов оставить секунду. Давайте я поясню вам. Готов проехать или готов оставить свою электронную почту и в режиме реального времени отвечать на поставленные вопросы. Давайте сначала подрешим с электронной почтой Эдуарда Александровича. Мы отправились... Ну, видите, Рыжов сегодня заболел. Просто болеет человек, его нету здесь. Я бы его спросил. Понятно. Значит, смотрите, сегодня есть территориальное управление. Хранцов Владимирович, поднимитесь, пожалуйста. Поэтому давайте мы договоримся. Вот эти вопросы мы их протоколируем. За эту территорию отвечает Хранцов. Значит, и он по тем вопросам, что от Малой Павлиной, я знаю, есть проблемы, он начинает здесь жить. Хранцов Владимир Борисович. Что мы договорились? Дайте, пожалуйста, ответ на мой вопрос по поводу детских площадок. Я сказал. Я же сейчас вам не скажу, что я буду делать. Хранцов Владимир Борисович, он должен вместе с вами разобраться, посмотреть. Либо мы сейчас, если их нету, мы их сейчас не поставим. Возьмем в план следующего года. Ну, это Хранцов Владимир Борисович. И давайте мы договоримся. У вас есть группа. Значит, вот Хранцов это поручается. Значит, срок где-то неделя. Владимир Борисович, срок неделя по этому блоку вопросов. Есть инициативная группа. Вопросы подрабатываете. И собираемся то ли в администрации, то ли здесь уже не таким большой группой. А по блокам с предложениями под протокол, что мы делаем. Я бы хотела поговорить о воде. У нас есть две проблемы. Я представляю Марутина, полагаю, что у кого-то тоже такие же проблемы. У всех. А у всех, на речи, на тёпе. Вода, горячая вода, горячее водоснабжение подаётся в дома в непозволительные температуры. Безусловно, за месяц до вашего приезда управляющие компании подсуетились и поставили стояки на протоки, тем самым обеспечив нормальную подачу, нормальную температуру при подаче ГВС. При этом управляющие компании вместе с ГЖИ пригласили людей и специально запротоколировали, заактировали эти показания, не указав факта, что такая температура воды достигнута только исключительно из-за того, что включены протоки. Что такое протоки? Это значит не в замкнутой системе, а идёт в гонализации. Вода идёт сам достигается повышение температуры. На входе, на вводе в наш, по крайней мере, ЖК Марусина 5 температура непозволительно низкая, и этому есть доказательства. Второе. Это первое по ГВС. А я бы хотела услышать у вас, господина Проворова, что вы собираетесь этим делать, потому что этим строгают все. Второй вопрос по воде, я только по воде. Это об отвратительном качестве холодной воды, горячей воды, то, что у нас есть. Все наши письма о том, что вода ненадлежащего качества, она ужасная, совершенно игнорируется. Второе вопрос по господину Проворова. И я вам принесла удивительный... Матара, приедайте, пожалуйста, Аня. Это наши фильтры этому фильтру полторы недели. За полторы недели у нас вот такой происходит. Я хочу услышать, что будут делать. Сроки, которые это всё будет сделаться. И ответственно. И прекратите управляющей компанией пускать пыль в глаза. То же касается и стимула. У вас какая управляющая компания как называется? Стимул. Не надо красить траву в зелёный цвет, как в армии. Давайте будем честными перед приездом руководителя региона. Хорошо. Стимул кто у нас тут есть? Стимул есть? Подойди сюда. Вы директор или кто? Где директор? Нам на воде что-то надо подправить. Залопа. 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 Я сочнула. Так. Эпидемия какая-то. А третье по воде. Это большая ска. Сколько у вас домов? У всех таких проблем. Значит, давайте мы договоримся. Значит, я перед вами стою и вам обещаю. Те компании, которые не устраивают людей, мы их все заменим. Здесь не только компания, здесь вода. Не, ну, понимаете, значит, сюда воду кто поставляет? Через Красково, да? Через Красково поставляет. Кто готов ответить на вопрос? Тихо! Давай. Значит, смотрите, то, что вы говорите, то, что управляющая компания ставит на проток и всё остальное. Значит, государственная личная инспекция при выходе на подъезды проверяет полностью и систему учёта, которая у вас стоит на доме. Проток, это понимается, что идёт повышенное потребление воды. Управляющая компания разорится, если она, как вы говорите, что все стояки стоят на протоке. Вам видео прислали? Вы даже чистые здесь. Значит, по воде мероприятия на следующий год запланированы по замене трубопроводов, которые есть в старом состоянии. Это будет по инвестпрограмме ввести ресурсоснабжающая организация. На следующей неделе совместно с Люберецким водоканалом, который снабжает город Люберце, и вместе с Красково, который снабжает сюда, мы проведём комиссионное обследование, чтобы Люберецкий водоканал взял пробы для того, чтобы конструктивно в следующий раз вам предоставить. Это другая ресурсоснабжающая организация города, которая независимая... Значит, Александр Михайлович, давай не будем гнать тень на плетень. Я скажу так. Спасибо. Дайте вот эти банки, да. Поэтому какой водоканал, когда вот такая банка? Какой водоканал? О чём ты говоришь? Поэтому давайте так договоримся. Значит, надо понять, что делать. План мероприятий по этой теме. Значит, вы управляющая компания? А почему не занимаетесь? Значит, давайте договоримся по... Скажем, минуточку. Значит, и здесь есть управляющая компания и МУП ЖКХ Краскова, который вот подобные вещи допускает. Почему? Что нужно предпринять? Надо понять с руководством и МУП ЖКХ Краскова, мы разберёмся, что кто там управляет и как управляет, и почему. Поэтому у нас такой вакханалии, по большому счёту, на территории нет, кроме вот Марусина Краскова. Владимир, где я могу увидеть результатные движения дел по этому вопросу? Я вам сейчас не могу сказать. Значит, мы проведём вот... Любрецкий водоканал, Пётр Николаев, встань, пожалуйста. Я тебе поручу. Значит, и мы... Я хочу ваш телефон. Он скажет потом. После встречи я вам оставлю. Отдельно будет дорожная карта. Что мы тут делаем? Что мы тут делаем? Да. Дорожная карта, я хочу её увидеть. Мы дадим вам. Когда? Ну не сейчас же. На следующей неделе пострадим. Мы на неделю, через две недели. Надо понять, что происходит и что нужно. Потому что мне же нет волшебной палочки взмахнуть и решить. Надо понять, что надо делать. Какие деньги, где их взять и когда мы их сделаем. Хорошо. Роудмэп я от вас жду. Хорошо. Так, вот левый край, у окна. Вот девушка, да. С телефоном. Девушка. Асфальтно-бетронный завод. У нас асфальтно-бетронный завод. Если ты не знаешь, где деревня Марусина заканчивается, там сейчас дали в аренду, там, что-то телемат, что-то организации обычные. Есть письмо от, господи, министерства экологии, где они говорят, что действительно нарушается законодательство о выбросах, то есть предельно допустимые нормы нарушены. Штраф выдали организации, вот смешно, да, там от 80 до 120 тысяч, министерство экологии пишет, да, они нарушают. Мы все с вами дружно дышим тем, что бетоном, да, дышим, этим бетоном, простите, дышим тем, что производят асфальт. Я живу в Светеново Марусино, это как раз в середине деревни Марусино. У нас невозможно открыть окна. Сейчас застраиваются дома. Вот есть многодетные мамы и так далее. Дети начинают болеть астмой. Вы обратитесь в поликлинике, бесконечное количество обращений. Не потому, что мы там болеемся и так далее, а потому, что мы здесь с вами дышим тем, что накапливается в наших арбиолах легких. И дальше, кроме рака, нас здесь дружно, никого ничего не ждет. Мы пишем постоянно, мы когда включается эта труба, я вам серьезно говорю, идет белый дым, есть видео, оно отправлялось неоднократно. Это труба и дома. Деревня Марусино идет, где многоквартирные дома. Люди этим всем дышат. Министерство экологии говорит, ребят, да, мы, они действуют с нарушением закона, но так как мы им штраф дадим? Давайте 80 тысяч дадим. Давайте сделаем по-другому. Мы здесь все скинемся, дадим 80 тысяч, а кто-то закроет этот завод. Вообще по закону должна быть определенная территория, но этот же завод не просто так действует. Мы звоним в милицию, мы звоним в МЧС, мы вызываем, чтобы приехали замерить воздух. МЧС просто, когда мы начинаем звонить и просить замерить воздух, пладут трубку. На самом деле мы говорим, что, ребят, разговор записывается, мы вас предупреждаем. Столько-то людей готовы быть и больше 100 человек и так далее. Они просто кладут трубку. Никто принимает звонок и так далее. Мы вас, во-первых, большое спасибо, что вы уделяете нам внимание. Мы очень надеемся, что вы подключитесь, потому что, скорее всего, завязаны какие-то меркантильные интересы кого-то. Но мы сами не можем это сделать и будем очень благодарны. Хорошо, вопрос я понял. Григорий Юрьевич, скажи коротко, пожалуйста, что делаем. Добрый день. Значит, я продолжу список этих предприятий, которые на особом счету по контролю. Только что я был на совещании у замгубернатора Чупракова Александра Анатольевича, который как раз занимается по поручению губернатора этой всей проблемы. Значит, сюда входит Дюрандаль, Каугаз, которые здесь по границе с нами Второлюмин Продукт, Желдор Техника и еще целый ряд предприятий. Это наши, Люберецкие, и плюс предприятия города Москвы. Сейчас в особой проверке Росприроднадзором. Это федеральная структура надзорного уровня. И она занимается сейчас нефтеперерабатывающим заводом, который практически с нами на границе, станция и рации Люберецкая. Это тоже московское предприятие. И мусоросжигательным заводом номер 4. К сожалению, вы в непосредственной близости по его распространению. Значит, на станцию и рации уже наложены крупные штрафы, очень крупные и миллионные. Сейчас, послушайте. Послушайте. И представитель прокуратуры был и пояснил, что все у нас же законная власть. Мы должны быть в рамках закона действовать. Это первый шаг по прекращению деятельности предприятий. Штраф, повышенный штраф и решение суда по остановке деятельности предприятий. Они все в списке в Росприроднадзоре. Ну, не с шару, да, а с авторалюминпродуктом. Мы разбираемся с уровнем федерального Роспотребнадзора. Дорогие мои, ну, могли бы мы с Владимиром Петровичем прийти и закрыть, это было бы сделано вчера. На славке я в Машкову живу, я открыла одну ночь, я от этого не проснулась. Которая в этом году капуста фиолетовая осталась. Еще раз повторю, сейчас, сейчас правительственная комиссия работает, определены практически все предприятия, которые находятся в нашей промышленной зоне, Машкова, Матякова, Марусина. И по каждому предприятию будет принято кардинальное решение. По Торбееву, могу сказать однозначно, наша позиция администрации городского округа Люберцы, 19-й год, закрытие полигона. 19-й год. У них, к сожалению, проектная мощность до 19-го года, она утверждена Роспотребнадзором. Я хотел бы вопрос, я говорю, житель деревни Маруси, у меня был проект, они сейчас сделали дорогу, что-то не в 4-й категории. У меня все расслабило, а теперь у меня все было. И что получается? Вот такие машины, которые не положены. я обращался в Торбееву, где занимаются дороги, они сказали так, что это, я говорю, покажите мне, пожалуйста, документы, что это 4-я категория. Мне вот этот документ так и не показалось. Это все незаконно проходят по этой дороге машины, потому что они не объясняют загруженные Люберцы, через вас у нас делали колесевую дорогу. Вот понимаете, вот эти самосвалы, наши дома-то рисунки, вы понимаете? Потом, которые застройщики делали вот эти дома, они обещали, что поменяют нам трубы. Сейчас мы тоже мучим с этой водой. А вы с какой улицы, а? Мы с Будённого улицы. А мы поручили дом 211. Подожди, помещение закончил. Поэтому, хорошо, давайте так, вот, а Егор, он, Бутин, Егор Вячеславович, я ему поручу давать этот вопрос. Вопрос мы вынесем на комиссию по безопасности дорожного движения. Где участвуют, в том числе, и дорожники, и ГАИ, и когда будет проходить комиссия, вы подойдете, телефонами обвиняйтесь, мы вас пригласим на комиссию и попробуем понять, что можно там предпринять. Я вас услышал на комиссию по безопасности дорожного движения, Егор. Подойдете к Егору, хорошо? Так, договорились. Вот женщина, давайте. У нас делегация большая, суши, коренные жители деревни Марусино. Когда здесь ни домов, ничего не было, здесь была улица Буденова и Заречная, да? Да. Вот коренные жители. Про нашу улицу. Вот жители. И там стоят жители, которые не зашли сюда нашей улицей. Про нашу улицу, Владимир Петрович, вообще все забыли. Много лет уже. Наша улица находится вот за речкой. Улица же есть. Вы зайдите на нашу улицу. У нас грунтовая дорога с ямами. То есть, многие даже не знают, что существует деревня Древняя Марусино, деревня улица Буденова. Два года назад мы, значит, отбрали подписи жителей и, значит, пришли на прием к Волкову Владимиру Михайловичу. Официально это все есть, все зарегистрировано. По, значит, благоустройству дороги, что она у нас грунтовая в ямах, даже не асфальтирована. Что вода идет, летом почти не идет, где-то подключено через дачи. С дачи, да. Да. Освещение, участок, где сейчас огородили, будут Марусино 6 строить. Там вообще темно. Дети, женщины ходят до маршрутки. Там темно, там пустые. То есть, нашу улицу вообще забыли. 12 октября мы записались. То есть, официальный ответ Волкова Владимира Михайловича был, что в 16-м году у нас заасфортируется улица и водоснабжение не будет. Все здесь официальный ответ. Мы на приеме были у Владимира Михайловича. 12 октября. Он нас выслушал. Значит, нам официальный ответ дали, что на следующий год, опять официальный ответ, что на следующий год будет асфальтирована наша улица Буденного. Но вода, свет, это все будет подвязано к строительству этого Марусино 6. То есть, света, ну, вода у нас есть, но летом она не работает, то все зависит от этого. Ну, нет, мы верим, мы надеемся, что все так и будет с нашим асфальтированием. Просто, пожалуйста, возьмите насчет хотя бы... Хорошо. Ну, мы протокол ведем, протокол вписываем. Егор, слышишь, да? Можно обратиться к правоохранительным органам? Сейчас, минуточку. У нас также есть дети, бабушки, все. У нас... Подождите, мы еще не сказали про свою улицу. Подождите. Я не закончила. Я не закончила. Вы про себя, а вы даже не знаете, что эта улица существует. У нас в магазины, чтобы попасть, надо на машину сесть, тогда мы попадем, никто нас не собьет, никто нас там с кустов не стукнет. У нас нет пешеходной зоны, чтобы пройти в садик, в магазины, в школы, просто на остановку, которая в транспорт, например, ведет метро. Во-первых. Во-вторых, мы тоже, как все, хотим, чтобы у нас была канализация. В дальнейшем хотя бы рассмотрены, чтобы о нас вспомнить. Возьмите, пожалуйста... Хорошо. Я вас услышал. Мы записали. Понятно, что решить в раз эти вопросы невозможно. Но по дороге постараемся вопрос решать, план поставить. Дорога, дорога, сказали, что он спасет. Я же сказал, план поставить. Я же сказал об этом. Остальные все вопросы? Ну, рассмотрим. Сейчас не скажу. Ну, что я буду выдумывать. Здесь Хромцов. Будем отрабатывать. Так. Паладочек, давайте. Здравствуйте. Срочно Николай Николаевич. Крутикова. Общественная палата. Владимир, у меня сразу несколько вопросов. Я в вашем выступлении просмотрел, законспектировал. По поводу ремонта дорог. Она выполняется. Есть ли гарантийные обязательства? Я просто сразу сейчас озвучу. Или потом могу напомнить. Знаете, ближайшие полицейские. Вот в Красково, например, проезжаешь. Там ближайшие полицейские сделали. А здесь ближайшие полицейские. Они хуже ямы. Везде у нас здесь. В сторону самолета выехали. В сторону промки. Где угодно. Подтопление зоны. Здесь вечная пробка из-за этого. Переезд спасибо сделали. Один сделали. Второй бросили. Из-за этого там тоже пробка чумовая. Следующее. Транспорт. Маршруты. 31 маршрут. Я был буквально где-то 3 месяца назад в общественной палате области. Там был замминистра. Он уверил, что ходят одновременно 4 31 автобуса. На что я ему сказал. Вот. Приложение Яндекс.Транспорта. У нас все государственное, муниципальное. Весь транспорт у нас завязан на ГЛОНАСС. Я ему прям открыл. Говорю, где? Ни одного автобуса мы не нашли. Знаете почему? Я сам на перехватывающей парковке, скажем так, хаотически бросаю на Люберцах машину. Потому что две маршрутки 31-х за мемориалом воин. Знаете, да? Они постоянно там стоят с работающим двигателем. Видимо у меня с собой есть. Два раза снимал. Постоянно там моточасы нагоняют. Это автоколонна. Следующее. Один с двадцать один автобус, который у нас якобы в Москву ходит. Жители здесь присутствуют. И мы видели раза два-три. Хотя он уже ходит месяца два, наверное. Протоколом. Вообще не видел. Нет. Позавчера буквально он был. И до этого месяца два назад. Вот. Дальше. Ну, вода у нас тоже ржавая. Правда, увы, горячая вода ржавая. Нам сколько раз писали об этом. Тоже в общественной палате это озвучился. Он был в областной. Буквально где-то недели на две. Ситуация поменялась. Здесь у нас директор управляющей компании сидит. Поменялась. Сейчас опять такая ситуация с водой. Может быть чуть-чуть получше, чем у наших соседей в Марусино. С ВЗУ с одного. Да, с ВЗУ. Хорошо. Ну, по воде мы говорили. Можно еще добавить? Извините, я забыла. Извините. Можно? Да, я хочу добавить. Ну, все знают, есть правила приемки. Я в свое время отрабатывал порядка 10 лет в системе ЖКХ. Все знают, есть правила приемки домов. Знаете, у нас там просто вы, наверное, в курсе ситуации. Все здесь в курсе. У нас в свое время снегорезы падают. Сейчас тоже с кем, то есть, ответственно, давайте проедем. Я вам покажу. Это, получается, уже разносное нарушение или взятка. Я вам открытым текстом говорю. Скорее всего, это жилищные инспекции. Или там, извините за выражение, слепые работают. Или на лапу получили. Как можно дом с ослабленной ливневкой принять к зиме? А застройщик у нас один. Проблемы у нас одни и те же. Это, знаете, не мы, Львов, мы сами принимали. Нам обещали по градостроительному кодексу... Хорошо. По градостроительному кодексу, принятому еще при Волгове или при его заме. Просто я был на встречах, нам говорили, кто подписывал ЖК в этот зам, он сидит уже, ну, понимаете, есть правоприемность власти, и власти должны за это отвечать. У вас Николай Николаевич, да? Да. Можно еще доказать? Да. Так, ну, по поводу остановок, тоже соседи, как говорят, все знают, есть то же самое правоприемность власти, есть предыдущие какие-то предшественники, еще когда у нас еще не городской округ был, тоже подмахнули там под каким-то документом некомпетентные люди. Понимаете, есть, ну, свод правил, назовем, по градостроительству, понятие градостроительства. Там регламентированно все почувствуют. В сельско-населенной местности до остановочного павильона, сколько должно быть, водоостановки, все остальное. У нас с самого дальнего участка Граневского форта, чтобы до остановки дойти, допустим, с Листова, вот тут представитель есть, можете даже на Яндекс померить, как... Километр минимум. Полтора. Полтора. По нормативу 800 метров. Ходит мамочки. Вот. Также вот 31 автобус, что я затронул. В детский сад это единственный муниципальный автобус. Или всем на маршрутках ездить, или ребенка везти в детский сад на 31 автобусе, который ходит один, ну, максимум два с утра. Замминистра говорил четыре. Ну, он сказал, что разберется. Хорошо. Николай Николаевич, значит, по порядку, да, по воде мы обсудили, по транспорту Плитов Сергей Павлович. Он не будет ничего говорить, потому что смысла нету, надо заниматься. И у меня к вам предложение, если вы не возражаете, да. Ну, понятно, ведь этот человек тоже работает, занятой. Вы, может, потом подойдите. Если вы не возражаете, я бы вас оформил бы у себя. Помощникам на общественных началах. Мои телефоны здесь. Вот такую систему закрутить. Мы проводим, я регулярно провожу совещания, ну, скажем, установочные или постановочные. Это всегда по понедельникам, там, полдевятого, а потом в десять и так далее. Мы можем с вами, если у вас есть время окошко, то заходить. Эти вопросы мы на контроль. И смотришь... Я не вижу, что завтра мы решим. Но смотришь один вопрос, второй, третий. Да, в течение, там, года, полутора, двух мы решим. И с этими всякими снегоходами, снегокаты, значит, и с ливневкой и прочее, да? То есть этим надо заниматься. По транспорту немножко легче. Но этим тоже надо заниматься. Понять, сколько нужно подвижного состава. Не хватает, хватает маршруты изменить. Возможно, другого переводчика завести. Это тоже работа, ну, месяца, двух, трех. Потому что это процедурные вопросы. Но они решаемы. Они решаемы. Вы согласны со мной? Вы один все это сделать не сможете. А я о чем? Я пытаюсь создать систему. И вы в эту систему войдете, и мы эти вопросы будем двигать. Хорошо? Договорились. Дальше идем. Ну, сейчас, пусть уточнит. Коротко только. Улица Буденова, я закончу. Я закончу. Поворот на улицу Буденова. Дорога идет на фабрику. Мебельную фабрику. Мы просим жителей улицы Буденова, чтобы вы согласовали с ГАИ и повесили знак запретить по этой улице, чтобы ездили грузовые машины. У них есть улица. Я вас услышал. Вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения. У них есть другая. Я вас понял. Услышал. Записали. Договорились. Говорите. Сейчас, одну минуту. Я живу в Машку. Да. При такой частоте движения машин, особенно утром, мне нужно ехать в Сюберте. Я не могу перейти дорогу. У нас пешеходный переход обозначен в середине деревни на противостановке. Я живу в начале. Я не могу перейти оттуда или отсюда. Никаких знаков нет. Скорость приличная. Пешеходный перехода нет. Вот скажите, как мне переходить утром? Вот я в 7 часов не могу перейти. Согласие надо отрегулировать Сергей Павлович. Вопросы слышишь? Да. Так же вопросы рассмотреть. Хорошо. Договорились. Минуточку. Вот там женщина. Вот это, пожалуйста. У нас участились случаи вороства машин. Участились случаи битья машин. Кто-то один пусть говорит. Вот говорите. У нас уже сделали пешеходную зону, зону отдыха. А седине здесь охватировали дорогу. Сейчас сделана остановка. Длинномерные машины стоят. И машины, и детали, и бензин сливаются. Это какой-то путь. А для того, чтобы изготовить до пришествия знаки, это, кажется, нужно будет. Потому что можно писать. Поехали. Хорошо. Протоколируем. Я буквально дам поручение. Совместно с ГАИ сделаем некие рейды. И поймем, что происходит. Обещал он помочь. И еще. Пожалуйста. Значит, вклад победы. В 15-м году мы сажали лица. Очень до сих пор. И когда он все-таки будет. Скажи мне. Пожалуйста. Все наоборот. Ну, давайте. Я вам сейчас вот не буду бросать слова разные. Будем в следующем году заниматься. Заниматься бумажами или банками? Я мочевые рейды. Ну. Что тебе? Разжевать? Я сказал, что сказал. Не могу кончить речь. А? 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 Лев Bul direct? А? А? квартала 2018 года нет 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 будет несколько участковых там помимо всего прочего то что будут находиться участковые полномоченные будут находиться еще сотрудники патрульно-постовой службы то есть это уже предусмотрено то есть это будет участковый пункт полиции где будут находиться минимум двое участковых которые будут обслушивать данные населенный пункт и помимо всего На постоянной основе туда будут выделяться сотрудники патрульно-постовой службы, минимум один экипаж, который будет заниматься патрулированием по охране и общественному порядку. Выглазуточный адрес? Круглосуточный, да. Можно дегаить сюда? Это не проблема, это касается. Выглазу, это самолёт. Значит, да, ну хочу довести по самолёту. Значит, сегодня выезжала комиссия с правительства Московской области, были представители Люберецкой администрации, представители Люберецкого ОВД. Значит, участковый пункт полиции, значит, уже помещение выделено, сейчас производится ремонт, будет открыт на улице Дружбы, дом номер 7. Спасибо, а малая парня? Как раз, малая парня? Ну вот, всё это будет ходить в зону обслуживания Марусина. Марусина, Машкова. А мы не можем, нам не по 17 год нужен. Первый квартал, первый квартал 18-го года. Каждый день, например, с утра до вечера, в подъездах, на улицах происходят закладки наркотиков. Открытые закладки наркотиков. После этого, через 20 лет, выемка наркотиков. Смотрите, выемка наркотиков. Есть видео уже, есть обращение в ОМВД. Реакцирует. А мы уже стояли. Патрули, постоянные патрули сейчас, эти 18-го года. Значит, уважаемые жители, запишите мой номер мобильного телефона. Если местный территориальный отдел полиции, обслуживает здесь Малаховский отдел полиции, Красковский отдел полиции, где-то определенно не реагируют, участковые, постовые, я продиктую свой номер телефона, то есть, как бы, потому что он был размещен. Поготов. Да. 8-999-098-98-41. Как вас зовут? Зовут меня Сергей Алексеевич Ретюнский. Да, все, сотрудники выделяются, сотрудники выделяются. Сотрудники, как помимо того, что территорию обслуживают сотрудники Малаховского отдела полиции, так еще и территориального Красковского пункта полиции. Поэтому мы открываем здесь УПМ. Открываем здесь УПМ. Малахов, где ехать, товарусь, это час. Вот. Поэтому я говорю, то, что да, открываем, мы УПМ открываем. То есть вопрос рассмотрен на уровне уже субъекта. Вот. Это крайний срок до конца марта 18-го года. Да, 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 абсолютно верно. Я вот телефон свой отставил, в любом случае, если не реагирует определенно. Или вы считаете, то, что не... Я просто обещаю, то, что этим вопросом мы серьезно, очень серьезно занимаемся, очень серьезно занимаемся. Но я говорю, то, что уже само по себе выделение УПМа, само по себе уже усиление маршрутов патрулирования, то, что как бы я слов на ветер не бросаю, то, что в ближайшее время здесь у вас будут... Поэтому, да, я и говорю, поэтому вопрос решается. То, что уже непосредственно все эти происшествия будут выходить. Участковый выезжать. У вас он здесь будет под боком. Участковому, чтобы позволить выходной, никогда не берут руку. Вот я говорю, вы слышите меня? Для этого мы открываем здесь, на территории УПМ. Открываем. Спасибо. Хорошо. Дальше идем. Значит, вот девушка, да, пожалуйста. Сейчас дадим, сейчас после девушки, хорошо. Давайте вернемся немножко как бы в Малая Павлина, потому что у меня такое ощущение, что о нас тоже на самом деле забыли. У нас есть вопрос и по тротуарам, потому что у нас невозможно пройти. Плюс ко всему, у нас существует ряд вопросов. У нас постоянно нет света в жилом комплексе. Постоянно. Отсутствие света интернета – это одно из таких проблем, да, на сегодняшний день, о которых просто хочется, чтобы на наш УК обратили внимание. Плюс ко всему еще есть такой вопрос. Сотрудники, когда вызывают, приглашаешь к себе сотрудников, сантехников из управляющей компании, да, тебе за пять минут выставляют счет, который ты должен УК, но при этом не сделав ничего. Пожалуйста, огромная просьба, обратите на нас в Майдере. Хорошо. Огромнейший вопрос. Хорошо. Ну, давайте, я уже об этом говорил по ряду вопросов. Эти вопросы будут поручены Хромцову, рабочей группы, по пунктам. Вы после этой встречи подойдите к Хромцову, к Хромцову, оставьте свои координаты ему. Слышишь, Лавер? У нас просто один владелец управляющей компании вместе с Павлом Павловым. Да, у нас как бы получается, да. Я понял. Напишите свой телефон, координаты напишите. Пожалуйста, обратите внимание на врачи МЧС России. Я хочу, знаете, кто сказать самый... Вы врач? Да, я врач. МЧС? Да. Отлично. МЧС, Эпеногенов, Вера Константинович. Что нужно сделать? Спасательный отряд. Что? Нужно кого спасать? Заострить внимание именно и поддержать то, что у нас существует такой непорядок в плане того, что наем сдают квартиру, квартира кому попала, не соблюдая оплаты налогов, обходя 71-й статью Уголовного кодекса незаконное предпринимательство 2. И в основном север армян, который распространяет наркотики по Марусина. И я как врач пострадала в прошлый год. И ваш сотрудник... Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Эпеногенова, Вера Константинович. Смотрите, Вера Константинович, я не знаю, вы в социальных сетях присутствуете? Да. Вы свободно мне... Мне когда пишут, я эту всю тему веду сам, нельзя же никому доверить. Мы реагируем раз, потом служба 112, два. Если вы знаете, что есть Марусина, улица Заречная, дом 2, прямо телеграфируйте, и мы 100% примем меры сразу. Я в прошлый год стучалась во все двери. Наш Киржайкин до тех пор, пока я не подсоединила службу МЧС России и Пучкову Владимира Адреса, с которым напрямую, он ко мне приходил в 12 часов ночи, я живу на первом, а надо мной поселили наркоманов. Там был такой, весь подъезд у нас плакал, дети не спали, там проходной был в гост. И только вот уже сверху, когда из министерства Пучков Владимир Андреевич постучал, так Киржайкин приезжал ко мне ночью, раз приехал. Киржайкин, я тут чувствую, да? Я ему сказала, вы на каком санкции прокурора на внедрение, на мою собственность. И это не первый случай, вы понимаете, до сих пор селят к нам армян, к нам собственников. Но никто не селит, это кто-то, кто купил квартиру, сдаёт найм. Никто же не селит. У нас было убийство в пятом году. Я вас услышал, поэтому надо плотно проверять, это задача управляющей компании. Управляющая компания. Вы тут управляющая компания? Я вас не слышу. Какой у вас? Управляющая компания. Дом 34, подпуск 33. Ваш? А чей? Улица Заречная. Не понятно, кто управляющая компания? Потенциал. Потенциал здесь? Нет. Кто потенциал? Где потенциал? Сюда пусть подойдёт. Пусть подойдёт потенциал. Пусть зайдёт потенциал. Хотя вы видите, а где? Вы у нас кто? Вы кто? Я испаночный директор, компания, потому что у нас за пару. Так, Алексей Геннадьевич, а директор где? Не болеет. Вы создаёте проблемы людям. Вы не слышали? О потенциале крайне плохо отзываются. Хотят, вы знаете, сведения о людях, кого-то теряют, чтобы убили меня. Не, вы живите долго, но потенциал, о потенциале говорят плохо. Поэтому, целый ряд вопросов. Поэтому надо отслеживать, я извиняюсь. Мы проводим регулярно комиссии по чрезвычайным ситуациям, по антитеррору. Поэтому вы должны понимать, и мы ставим задачу, что всё, что происходит в доме, должна ситуацией владеть управляющей компанией. Раз. Ситуацией должен владеть участковый, это два. И мы обращаемся к жителям. Если вы видите, наблюдаете что-то не так, звоните в социальные сети, выбрасываете. Ну, вы сейчас сказали, я думаю, у вас, Сергей Алексеевич, надо просто с этим разобраться, парнем, что, почему и отчего так. Ваша... Ну, знаете, если вы приехали, то мужчина, вы показали, что Пускова мне тогда помогли выгнать этих наркоматов. Хорошо, спасибо, вопрос понятен. Хорошо. Вот мужчина, он уже полчаса станет, ему словно. Говорите, пожалуйста. Я ещё молоденький. Я хочу сказать и попросить, почему по деревне Марусино нет ограничений скорости? Машина, ты уже понял. Что нет? Почему? Она ограничена. Да. Ваши дни, ты что с тропками делаешь? Тихо. Дома растут, а дороги, движений нет. Движений нет. Сто лет нету. Кругом все поля посвящали, а здесь нет. Почему нет крыши над головой? Почему с расстановкой нету? Согласен. Всё должно быть. Но я вам так скажу. Нет, нет. Слушай вопрос. Как можно сделать, чтобы объясную дорогу, временную сделать? Кто сейчас будет с мусором в Торбейску? Есть возможность, как могут кто-то быть против. Есть там коттеджный посёлок. Вот там дорога, там 100 метров. И объезжать будут, и все будут довольны. Хорошо. Как вас зовут? Родимский. Родимский. Как вас зовут? Родимский. Родимский. Ну, мы сами тёзки, да? Поэтому некая просьба. После встречи подойдите к Хромцову. Владимир Борисович. Вы должны понимать, что Хромцов, он начальник управления территориального, значит, Малахова-Кокраскова, и он у меня зам. Это его вопросы. Я вам скажу, мы ходим по территориям, самая территория, извиняюсь за такие слова, обездоленная это ваше, и где массовое возмущение жителей, это вы. Это работа Хромцова. Поэтому я при вас говорю, если пройдёт полгода, а мы ничего не изменим, Владимир Борисович, тебе придётся искать работу. Потому что эти вопросы твои. Другое дело, что все должны быть скоординированы. Дорожники, строители, ЖККшники, это твоя работа. Понимаешь, поэтому тут ничего личного, надо просто эту работу делать. Владимир Борисович, можно ещё раз? Да. У нас здесь построен факт. Спасибо, конечно, большое, что он у нас есть, что там ведь сестра, патронатные, новорожденные. Но дороги как не было, так и нет. Пожилому человеку пройти на манипуляции какие-то, туда невозможно. Это первый вопрос. Особенно сейчас там вообще невозможно пройти. Второй вопрос. Когда будет решиться вопрос, там в большой помещении. Можно туда дежурных врачей хотя бы на какое-то определённое расписание. Ну посмотрите, куда мы едем с детьми. Я думаю, что что-то можно. Кто у нас от медицины? А, пожалуйста. По вопросу, пожалуйста, вы садите оттуда, пожалуйста. Дайте нам тоже задать вопрос. Ну и не надо. Вот так задушаться не надо. Уважаемые жители, меня зовут Михаил Николаевич Акаёмов. Я начальник управления по координации и взаимодействию медицинских и фармацевтических организаций медицинского округа номер 3 Министерства здравоохранения Московской области. И хотелось бы... Ну, я сейчас дам микрофон непосредственно заместителю главного врача Красковской больницы. Но я думаю, что у вас других вопросов много. Поэтому я специально приехал. После встречи я останусь, Владимир Петрович, и всё, и вопросы все запишу. И мы их отработаем в плановом порядке, и все вот эти вот... Хорошо, хорошо. Потому что понятно, что вы оторваны, скажем, от Краскова, Коренёва. И здесь что-то должно быть своё. И мы дайте поработаем. Можно маленькую точнее, Владимир Петрович? Да. А знаете почему? Потому что я вот из своих соседей скажу, это Марусина и Матякова. Мы ездим... Нам по прямой здесь, условно, до больницы, до Красковской, 5 километров. Мы ездим 15 групп даём, потому что транспорт у нас ходит только один, третий маршрут. И ходит он с интервалом в 2 часа, и с прерывом на обед в 4 часа. 4 часа на обед, и интервал 2 часа. Одно маршрут. И через Люберцы ездят. Вот он. Ну, смотрите, друзья мои, вы меня извините, я вот сейчас считаю, я живу в Люберце, Малаховке, вот в районе с 82-го года. И я помню, что было в 82-м, 85-м, 90-м году. Какая была застройка, какой был транспорт, какое было движение, и не было того, что сегодня. Сегодня всё активно застроилось. Сегодня сумасшедшие пробки. Дорог нету. И целая масса проблем. Поэтому сегодня, в связи с этой динамикой сумасшедшей жизни, мы просто обречены эти вопросы решать. Как сказал Михаил Николаевич, это начиная от медицины, дороги, транспорт, мы их будем решать. По воде 100% мы найдём решение. Владимир Федорович, вы как говорите, не было амбулатурия. Вот смотрите, район активно застраивался последние 5 лет, да? Разрешения на строительство жилых домов давались. Кто продумал инфраструктуру? Никто. Когда начали строить детский сад, когда уже Марусина один стояла, годы 4, наверное, да? И остальные к тому моменту уже дома большинство населены были. На данный момент мы имеем один детский сад на такое большое население, да? Вот у меня ребёнок, у меня есть сейчас 2 года. Мы стоим в очереди. Но мы в следующем году, когда нам исполнится прием, мы в детский сад в Марусинку не попозём. Потому что берут только 65 человек в один учебный год. Вот таких маленьких деток. Что делать нам? Вот я мать-одиночка, например. Вы мне предлагаете ребёнка возить в любви, а работать? Не, ну вы не спешите. Вот есть Виктория Юрьевна. Виктория Юрьевна. Да, да, да. Минуточку. Виктория Юрьевна, начальник управления образования. Девушка, послушайте. Добрый вечер, уважаемые жители. Что касается мест в детских садах. Вы правы, что один детский сад на мощность 330 мест на сегодняшний день. Посещаемость этого детского сада не полная. Но тем не менее в очереди остаются у нас дети. Как 2014 года рождения, тем, кому уже исполнилось до 3 годика. Ну и более младшие дети. На будущий год, в этом году, вернее в учебном, выпуска не было. Поэтому зачисление детей было очень-очень маленьким. На будущий год, те дети, которые были зачислены в 2015 году, уже будут выпускниками в школу. И мы зачисляем на 18-19 учебный год не 65 детей, а 100 детей. И как раз это будет, послушайте, 50% детей, которые 2-3 лет. И, конечно же, 100% охват тех ребятишек, которые достигли уже 3-х летнего возраста. Поэтому ваши шансы велики на будущий год. И в марте-апреле уже начинается комплектование. Если этот вопрос вас будет очень беспокоить, и вы в системе, в единой информационной системе что-то не найдете, вы можете ежедневно прийти в управление образованием и уточнить, каковы ваши шансы на детский садик в 2018 году. Значит, я рекомендую не дозваниваться, а сразу писать на электронную почту. Вы не теряете времени, потому что действительно очень много звонков, и не могут два специалиста и отвечать на телефон одновременно, и прием вести. Хотя они пытаются все успеть. Пишите на электронку ответ в течение 20 минут по электронной почте. В 20 минут. Все координаты даны на сайте нашего управления образованием. Хорошо. Мы детские сады ближайшие, которые ожидаем в сеть образования, будем, значит, планируем к сдаче в микрорайоне самолет. Это детский сад на 280 мест. И вот здесь, в ближайшей округе, в течение двух лет ближайших пока не планируется. Хорошо. Идем дальше. Значит, вот кто у нас? Вот девушка возле мужчины в шитере. Вот такая, скажем, блондинка. Давайте. Да. Еще раз повторю. Смотрите, вы когда рассказывали про поводу взаимодействия управляющей компанией с жителями, в принципе, я тоже так думаю, что как бы управляющая компания, и мы должны жить в комфортных, дружеских отношениях. Но в нашем поселке, живем в Киеве, в Зимовом Павловине, это совсем не так. То есть у нас не управляющая компания работает на нас, а мы работаем на нее. У нас одна управляющая компания с Кореневским фортом. Значит, часы приема у нас только в рабочей время. Генерального директора Тарабанова Андрея Викторовича нету на рабочем месте никогда. В субботу мы все работающие люди, вы понимаете, что до пяти работаем, там, в половину седьмого приезжают. Рабочий день до 17.00. Ни одной дежурной субботы нет. Хорошо, чтобы два раза в год делать день открытых дверей в управляющих компаниях. Хоть мы вспоминаем лицо нашего генерального директора. Он здесь? Да, он здесь. А где он? Вот здесь. Пусть поднимется. Пока второе. Когда у нас, как уже сказали, наши соседи... Потом мы даже пытаемся стать депутатом. Наши соседи... Тарабанов, ну не улыбайтесь вы, не улыбайтесь. Вам лично замечание делается, вы постоянно улыбаетесь. Проблемы надо решать, проблемы. Дождите, давайте я замкну. Когда сказали, что у нас сейчас очень выключаем политический спыта, что мы в первую очередь делаем? Мы звоним в нашу управляющую компанию. Управляющая компания ответ один. Разбираемся. Дай бог диспетчерам хорошего здоровья, это красного. Они всегда могут ответить на вопрос, почему наши диспетчера никогда его не могут. Поэтому, пожалуйста, мы просим вас, чтобы составляющая компания слышала нас, слушала, и мы были по какому. Хорошо. Значит, опять же, это тема о Хромцову Владимиру Борисовича. Я тебе просто... Других нету. Если кто-то хочет, скажем, мне помогать, то тоже можете, да? Поэтому Хромцову Владимиру Борисовичу... Ну, вы активный человек. Отдайте свои координаты потом Хромцову. Владимир Борисович, так? И он себе работу такую нашел. Он не бедный, он нормальный человек. Поэтому я попрошу Владимиру Борисовичу с управляющей компанией разобраться. И если не стыковка, и если жителей жалоб много, вместе с жителями, с инспекцией, компанию менять. Либо вы начинаете работать, к вам нет вопросов. Либо мы не работаем, а будет работа другая компания. В этой жизни все предельно просто. Так, кто у нас молодые люди? Их двое, кто-то один. Олег Петрович, добрый вечер. Зовут меня Кирико Александрович. У меня вопрос следующего характера. У нас сейчас тут вроде как, когда звонишь застройщику ОСТАК, он говорит, что уже активно продает квартиры в Марусино-6. Ситуация следующая. У нас есть огромное количество недостроек, нарушений при строительстве, нарушений проектной документации. По-нашему Марусино-5. Исходя из изученной документации, а у нас как бы, чтобы не быть голословным, есть положительное заключение Московской областной государственной экспертизы от 24 апреля 2014 года. За номером 50-140-48-14. К этой же проектной документации есть проект планировки территории. Вот информация, которая содержится в проекте планировки территории, в проектной документации. Причем нам как бы, как собственникам жилья, не дают даже ознакомиться с тем, что там написано. Приходится там урывками как-то доставать информацию. Из того, что у нас есть, вот, проект планировки территории, проектная документация, положительное заключение, все эти три официальных документа, проект планировки территории, дело ООО, агрохолдинг, за подписью там, я сейчас на память не вспомню, но, как бы, подпись от официальных лиц была. Информация там отличается. Из примера, в проектной документации прописано, что у нас в Марусино-5 должны быть подъемники для маломобильных групп населения. Это не только инвалиды-колясочники, это мамы с детьми. У нас ни в одном подъезде нету этого. То есть, как бы, на бумаге есть у нас подъемники? По факту нету. В положительном заключении экспертизы написано, у нас подвал считается цокольным этажом, то есть он холодный априори. Написано, что должно быть утепление со стороны подвала, перекрытие первого этажа. Утеплителем ротового, по-моему, 100 мм, минерально-ватной плиты, их нету. Люди, которые живут на первом этаже, зимой реально мерзнут. Потому что, как бы, температура на улице равна температуре в подвале и, соответственно, перекрытие, ну, примерно той же температуры. Идем дальше. Как проводка, вот, в принципе, коммуникации выполнялась, неизвестно. Вот Александр Михайлович сказал, что управляющая компания не могла поставить стояки на проток. Когда на прошлой неделе ко мне управляющая компания приходила и делала замер горячего водоснабжения, они указали, и там есть подпись под этой записью генерального директора, что в данный момент, когда проводились замеры, все, мой лично стояк, стоит на протоке, что нарушает энергоэффективность. У вас какая компания управляет? Управляющая компания? Потенциал? Нет. Всего? Нарушений очень много по строительству. Есть гарантийные письма, что у нас там утепление фасада должно было выполнено такой системой, а у нас выполнено совершенно по-другому. Причем вот у меня, я в проектировании работаю, я во всем этом разбираюсь. У меня нет четкого понимания, делали ли они расчет. Ну, видите, коль вы строитель, вы понимаете, к сожалению, дом принят. Здесь только понудить эту строительную компанию через суды. Поэтому мы должны как-то сообщение организоваться, Владимир Борисович, от жильцов наши юристы через суды понуждать. Другого пути нет. У меня просто вопрос, когда как бы давался ввод на эксплуатацию, это отдельная тема. Там на секундочку, чтобы вы понимали, у нас пятиэтажные дома, плюс как бы подвальный этаж. В свидетельстве, ну, в разрешении на ввод в эксплуатацию стоит семь этажей. Как приезжал и Гассен принимал дома? Если у нас по факту шесть, у нас по факту этажей вместе с подземным шесть, а в официальном документе, который подписан как бы различными людьми... Я понимаю, есть управляющая компания, у нее есть документация на дома? Да. И если это что-то не соответствует, вы должны бить в колокола, идти в суды. Владимир Петрович, у вас должны быть проекты на дома. Вы принимаете дома в соответствии с проектами. Должна быть? Соответствует? Уточнение. У них есть исполнительная документация, что является фактически... Вот дом построили, нарисовали, что они построили. Вот вам исполнительная документация. Ну вот, надо разобраться, что же себе запиши и что... Работы документации нет. Хорошо. Саша, вопрос понятен. Еще. Спасибо. Добро, договорились. Значит, вот... Маленькое уточнение. Повлияйте на то, чтобы не давали ООО «Старк» разрешение на строительство, пока он не устранит все замечания, потому что если... В Марусина опять такие нарушения. Во всех Марусина есть такие нарушения. Хорошо. Где у нас Пантелеев? Маленькое уточнение. Ты себе запиши. Это вопрос отдельный... Хорошо. Он главный архитектор. Главный архитектор? Да. Хорошо. Района, да. Так. Я тогда могу подойти? Да, после этого подойдете, да. Спасибо. К ряду обвиняетесь. Хорошо. Так, вот, молодой человек, да. Давай, пожалуйста. Давай, Наталья, Денис, мы много встречаемся с вами. И с Александром Михайловичем. Это представитель Долгого Луга. У меня первый вопрос к Александру Михайловичу. Это по поводу Ливневки, о чем и говорили, и Павлины, и все остальные. Потому что Ливневка в Марусино-3, Александр Михайлович это знает, работая в Красковой еще, что она пупиковая. И со всего Марусино, все, что собирается после асфальта, раньше были паря, уходило, сейчас собирается, оно уходит в колодец, который находится около Заречного уъезда. И все это выливается. Мало того, вот эта вода с этой площади, она стекает в интернат, разрушает и дорожные покрытия. Единственное, о чем вот сейчас Заречный говорил, который проезд к интернату. И вот последнее письмо, которое мне Александр Михайлович прислал, буквально вот недели, ой, не недели, дня три назад. Александр Михайлович мне порекомендовал обратиться в суд. Так вот, вопрос о том, что мы граничим с землями администрации. Из отопления идет земли администрации. Так вопрос у меня к администрации был, почему со стороны администрации происходит затопление? Тогда вопрос, почему Александр Михайлович не отправляет в суд? Это первый вопрос. И второй вопрос. С вами и с своим Волковым два года назад мы стояли, когда сдавался Заречный, по поводу маршрута. Вы представляете, что творится? Да, понятно, что застроилось в Марусине, но проезды не предусмотрены, тем более для парковок маршруты. Это бардак, да. Это бардак. Значит, около профитаргового центра маршрутки, они и ночуют. Я об этом писал, у вас официально в канцелярии есть письма. Реакции нет никакой. Знаки стоят. Ни скорая, ни пожарная не проедут. Пожарная просто не проедет туда. Не только машинки, но еще и грузовые машины. И грузовые машины. Дети, я вот с Андреем согласен. Не проехали. Мы год назад потеряли живого человека в результате пожара. Почему? Потому что пожарная техника не могла проехать 25 минут ни со стороны Марусина-3, потому что там было заставлено, ни со стороны торгового центра. И об этом есть видеозапись. И она была предоставлена. Кстати, когда был разбор в правотуре, я предоставил, потому что с камерой. Хорошо. Значит, Егор, тоже вопрос. Вот это движение, понятно, что можно предпринять. Что касается конечных остановок, разворотов, транспорт, надо понять, что делать. Это проблема не только здесь, она повсеместна. Его, также, Александр Михайлович, пусть мы уже по поводу затопления, которое идет. Значит, ливневая канализация застройщиком Старк сделана только по Марусина-5. Значит, он получил все разрешения. Последний колодец здесь, который стоит около КНС, он непосредственно воду очищает, стоит лос на Марусина-5. И транспортируется данная вода уже в речку. Со всех остальных территорий, которые Марусина-3-4, Вся ливневка была получена разрешением у Старка, что ливневка идет на рельеф. Алексей Михайлович, я думаю, что вы здесь кривите душой, потому что в технической документации, в том числе и в своем Мерпушевом, когда мы встречались с вами, Волгу, и смотрели техническую документацию, так вот этот последний колодец, который Старк проложил по Марусину-3-4, он должен был врезать, был врезан в ливневку за речного. Сейчас труба, которая идет под интернатом и сбрасывается в речку, она должна была туда сбрасывать. И вот не надо кривить. Мы пройдем с вами, посмотрим. Я готов пройти, посмотреть сейчас. Мы готовы. Да, хорошо. После собрания телефона. Так, дальше идем. Вот девушка руку тянет, да. Да. Я коренной житель деревни Марусина, родилась здесь, в деревню самую. И мне хотелось бы сказать, что мы очень ждали долго, когда у нас будет инфраструктура какая-то, когда-то нам люди прибудут, когда-то мантруют. Мы очень рады, на самом деле. Но так как я родилась здесь еще в деревне, у меня теперь есть возможность сравнить, как было тогда и как сейчас. Ну, вы меня извините, но большое хозяйство, конечно, сложно, очень сложно. Поэтому, ну, пожалуйста, хотя бы мелочные вот эти вопросы, ну, помогите нам решить. Мы задохнулись от транспорта. Все говорят, я все вообще вопросы вот эти поддерживаю. Мне очень жалко людей, всех жалко. Но, смотрите, если мы даже там четыре полосы сделаем, мы все равно встанем в узком горле, и все будут стоять у нас. У нас будут стоять железки, у нас будут стоять павли на краску все. Мы идем по одного навигатору, понимаете? Мы задыхаемся. Вот я хлопчик открываю, да, я провожу на следующий день по подоконнику. У меня черная гайка, у меня есть очень большое желание отдать на экспертизу эти тяжелые металлы. Мы задохнулись от фур, они стоят везде. Во всей старой деревне, новой деревне. Они стоят, щитят, они не выключают даже. Они уходят в магазин, они выключают мотор. Понимаете? Вот чистилка вот эта идет, ну, пеклись, я не знаю, здесь есть представители или нет. Я в прошлом году вызывала даже экипаж полиции. Слава богу, спасибо, мне повезло, приехали. Они заваливают наши заборы. Что? Вот так, прямо на полтора метра. Вся вот эта соль идет к нам на огороды. Мы не можем так же землю использовать ее, понимаете, по назначению. Вот, заваливать наши жилища. Я, как вообще, препятствие, чинение препятствий прохода в жилище. Я приезжаю там с ребенком, с мамой, я должна машина стоять ровно на дороге, идти доставать лопаты, и вот такие глыбы, которые мне выворотила вот эта техника, мы должны вручную это отваливать от ворот. Это что такое вообще за безобразие? Я считаю, что это не уложение. Ну, я с вами согласен, поэтому проблемы есть, будем их решать. Но будем решать. Я говорю, я не волшебник, поэтому здесь сегодня есть администрация. Плохая, хорошая она есть. Есть эти чиновники во главе со мной. И Хромцов здесь поставлен, мои заместители. Поэтому задача Хромцова, это упитать как губка, отрабатывать с моими помощниками и выходить на решение. Поэтому я не вижу большие проблемы и много денег, чтобы сделать освещение. Нет проблемы такой. Я не вижу проблемы сделать воду, и мы ее сделаем. Да, есть проблема транспорта, пробки. Есть проблема дорог, не сделать что-то касание. Потому что надо понять, значит, и до дороги, где что можно сделать. Есть планы определенные, я не буду сейчас говорить. Над этим сегодня работает Мосавтодор, работают проектные институты. Поэтому это отдельная сложная тема. Нужны дороги, и, скорее всего, новые, старые расширять и объездные. Сегодня над этим работаем. Поэтому я скажу, что будем отрабатывать. Я вам сейчас не скажу. Ну, я не скажу, что я буду вам урабатывать. По дорогам. Я ставлю задачу перед собой. Два-три года раньше не будет. Потому что это проектные работы. А дальше рабочая документация. А дальше аукционы, конкурсы. И дальше выйдут на работу. Поэтому вопросы эти сложные. И главное, дорогостоящие. Это тоже факт. Поэтому пока поставили план расширения Зеленского штрафа. Это что-то решить. Это не решить, но хотя бы что-то. А можно мне запомнить? Да. Извините, но это маленький вопрос, который можно решить с МОК ДЭПом. Я считаю, что по поводу наших заборов. Это наша частная собственность. Понимаете, они заваливаются на полтора метра снегом. Вот так вот. И все вот это валится, заборы наши. Понимаете? Мне, когда экипаж приехал, они мне письменно ответили. Приехали, молодцы. И ответили мне письменно, что да, действительно такой случай есть. Что завалено жилище снегом вот такими глыбами. И мне порекомендовали обратиться в прокуратуру. Но мне не хотелось бы обращаться в прокуратуру. Но если в эту зиму опять будет то же самое. Но вы меня извините, вот пожар, мы не выскочим из дома. Понимаете? Вот такие глыбы. Ну, я вас услышал. Будем как-то пытаться этим. Это дети процессом управлять. Хорошо. Спасибо. Да, вот, пожалуйста. Аня, давайте. Вот в конце, да. Здравия желаю. Можно микрофон? Ну что, мне затянутся. Говори, слышно. Здравия желаю. Владимир Владимирович, мне вас очень надо видеть. Лично. Очень приятно. Конечно, здравия вам, счастья, любви и добра и так далее. И еще к вам обращусь. Я здесь. К вам лично. Скажу насчет наркомании. Надо все это как-то действительно, это все надо видеть. Ликвидировать. Краскова, около памяти, прямо вот сегодня, даже при мне, честно скажу, я реально, хоть через полиграф меня проверьте, полиграф. Наймите меня, реально полиграфом, да? Я вам докажу, что наркомания, реально, да, как будто чуть-чуть не легли. Хорошо, давайте договоримся, вот есть Юрий Васильевич, после этого подойдете, скажете, он запишет координаты. К Юрию Васильевичу, хорошо? Около памяти стоят 500, я даже номер помню. Аню, ну вот, не включение ко мне. Даже на фото зафиксировано, и здесь зафиксировано. Очень, я вас прошу, Владимир Петрович, проверьте меня на полиграфе. Хорошо. Юрию Васильевичу, Юрию Васильевичу зафиксировано. Хорошо, дальше идем. Вот девушка в очках. Юрию Васильевичу зафиксировано. В эту зиму, не знаю, будет ли, обещали нам какое-то движение, когда выборы депутатов были, что будет, что будет, что будет наша молодежь. Скажите, какая это перспектива у наших ребят? Ну, конечно, да. Поэтому давайте договоримся, где-то, Владимир Петрович, здесь надо найти место, оно же есть тут, по катку поработать. Зима сейчас, но наступает, морозы, с катком так. Потом у нас как бы центр притяжения этой территории, это школа. Это школа. И давайте, Виктория Юрьевна, конечно, мало, но это и есть. Поэтому давайте подумаем, что мы тут можем вместе с организовать с нашими депутатами и так далее. А теперь, что касается вообще занятости молодежи, и где пойти и отдыхать, и работать. Я вам скажу, конечно, вот у Марусина, ну, тут особо не разгуляешься. Ну, извиняюсь, и Краскова рядом, и Люберца рядом. Поэтому, ну, я скажу так, транспорт есть, поэтому давайте эти вопросы как-то будем решать. Я даю себе отчет, что здесь, по месту жительства, надо что-то думать. Ну, сообщи, что-то подумай. Сейчас не готов сказать. В проекте планировки территории у нас на перекрестке, вот где, там, получается, выезд за речной в сторону самолета, то это перекресток, то это разный. На проекте планировки территории там значится клуб, в котором должен быть кинотеатр. На месте МЧС нашего в проекте планировки территории значится поликлиника на 200 посещений. Как бы... Ну, давай так, Валерий, ты запиши, и мы эту тему отдельно рассмотрим, на понимание. Валерий, тоже запиши, надо понять, потому что эта территория должна как-то развиваться. Надо понять, что тут какие перспективы. Да, не меряйте крупнотеатр. Да. Вопрос о снегуборочных... Ну, конечно. Второе, каким образом проводятся какие-то проверки управляющих компаний на наличие данной техники, как будет разводиться уборка территорий в нештатной ситуации повседневной. Второе. И есть еще один недосказанный вопрос о жилищном коммунале, если вы позволите. Значит, у нас управляющая компания, значит, потенциал, уже казались, значит, выставляет считать, вот, тепловую энергию 1-12. У нас советуют поддержки домов, и у нас есть партнер, есть логиколы о решении по переходу на гидрокалории, по факту получения тепловой энергию. По счетчику? Ну, так сказать, да. У нас установлены домовые ресурсы для потребления данной энергии. Вот, хотелось бы ваше пояснение. Быть наклонно и доставление данных беданцев, управляющих компаний, по схеме 1-13. Еще одна беда, нас не пропускают к счетчикам. У нас есть советский домов, нежели к счетчикам, не дают показания. В вашей доме есть совет дома? Да, есть. Председатель совета дома, я извиняюсь, он же совет дома, председатель вызывает управляющую компанию и по диктоку туда ее смотрит. Он не имеет права отказать. У нас есть запротоколировано все, нас не пропускают. Так, потенциал подойди, пожалуйста. Да, Андрей, к счетчикам, к счетчикам. Значит, у вас. Ребят, из Оречного. Я здесь. Значит, объясняю. Мы вам, вы, как раз, не один раз говорили. Выбирайте человека, толку. Выбранные люди, прописанные в протоколах. Подошли в прошлом месяце, нам Алексей сказал, руководство запретило пускать к счетчикам. Как это ничего подобного? Не надо, не надо. Говорю же и всех, да? Мы снимаем. По понятной причине, понятно, что пускать. Я рассказываю, значит, есть председатель совета дома, согласовать, и, значит, он вправе подойти и потребовать. 25 числа ежемесячно. Мы это слышали. Еще раз. Вы слушайте. Владимир Петрович. Значит, 25 числа с Алексеем, с прибором учета, бери к прибору учета, с оборудованием. Приходите, смотрите. Один человек от одного дома. Не надо транспорт создавать. У вас протоколы все на руках. Не страшно. Один, два не имеет значения. Нет. Пожалуйста. У вас здесь все есть. Хорошо. Эту тему мы тоже отработаем. Отладим. Семь, один, двенадцать. Комментируйте, пожалуйста. Скажи. Плачуем по факту получения. Этот вопрос вы можете задать по жизни. Значит, деньги собираешь ты? Одна, двенадцатая. Объясняй. В Московской области. Почему так платят только зимой? Объясните, пожалуйста. Мы получаем, мы платим по факту того, что мы не получаем. То есть я прихожу в магазин, не кладу в кассу деньги и ухожу с пустым пакетом. Правильно? Ну, логично. Управляющие компании... Мы проголосовали, с конечкой закончу. Мы проголосовали об изменении перехода на ГИКООР по факту получения. Но давайте перейдем. Вы согласились с этим? Вы лично кивали нам? Я согласен с этим. Ну, а мы получаем также эти квитанции. Все управляющие компании с этим согласны перейти на одну седьмую. Так все так работают, кроме вас. Есть. Никто так не работает. Так работает. Вот люди со старта сидят. Вот сейчас кто-то из жителей пожалуется в ГЖИ и компанией управляющей жадкой... У нас протоколы есть, решение... Можно послушать, я вам вопрос задали, я отвечаю. Кто-нибудь из жителей пожалуется в ГЖИ и на управляющую компанию, кто руководит старком, значит, будет доложный штраф. Это первое. Которое мы из своей команды потом оплатим. Есть письмо из Министерства строительства, которое на 1.12 пока нет документации о переходе на 1.12. Мы с удовольствием перейдем на 1.7. Нам выгоднее 1.7. У вас младен полы на руках с прошлого лета. Не принимаются. Задайте вопрос в ГЖИ, пожалуйста. Ваша... Хорошо, мы эту тему разберем. Поэтому твоя задача, коль управляющая компания, чтобы у людей не было вопросов. А ты их создаешь. А ГЖИ есть здесь кто-нибудь из ГЖИ? Не ГЖИ здесь нету. Это отдельная тема. Значит, я что попрошу? Значит, я попробую в ближайшее время, на следующей неделе, значит, пригласить ГЖИ. Мы оповестим и собрать отдельное собрание именно у вас на территории. Значит, там, где управляет потенциал. Где потенциал управляет. Для стимула. А? Для стимула. Ну, посмотрим. Значит, пригласим ГЖИ. Дату нам наметим. И проведем такое, как бы... Снегоуборочное. Что касается города, то у нас есть муниципальное предприятие, называется дорожно-эксплуатационное предприятие, которое полностью, абсолютно готовит к зиме. Которое с опытом, с людьми, с техникой и прочее. Это что касается дорог, все, что находится в зоне ответственности и муниципального образования. Есть отдельная тема, там, где работают управляющие компании. Управляющие компании призваны и должны территорию своей, возле своих домов, убирать самостоятельно. Чистить и так далее. Поэтому, я скажу так, не все готовы. Мы понуждаем, потому что у нас, допустим, есть в Люберцах ЛДЖТ, там есть вся техника. Есть в Люберцах ЛУК, там есть техника, это в гарнизоне. У нас есть Пиккомфорт в Люберцах, есть, значит, Союз Люберцы. Я не знаю на сегодняшний день, насколько готовы к зиме потенциал. Какая у них техника, это им надо заниматься. Это отдельная тема. Ты вообще не знаешь, стимул, что есть. Может, Проворов знает. А как это проучить, может быть, кому-то? Не, ну, мы рассказываем, вставай. Значит, к зимнему периоду будет образована группа, непосредственно, если есть вопросы по потенциалу и по стимулу. Куда любой житель сможет подписаться и размещать фотографии. Также есть понимание, что в каждом жилом комплексе у вас образованы свои группы. Да, если вы позволите к ним подключиться. Вопрос не в этом вопрос, какая техника в этих организациях есть. Значит, если вы позволите к ним подключиться, да, то то же самое. Значит, при подготовке к зиме все управляющие компании отчитались, что они закупили песко-соляную смесь необходимым объемом для обеспечения этого. И также отчитались по технике. Значит, если будут вопросы в зимний период, будем непосредственно встречаться с вами, с управляющими компаниями, решать данные вопросы. Пожалуйста, дополню, в прошлом году отчет предоставлен, вы закупили партнер, мы никто нечисто на дороге читаем. Бумага, опять же, возвращаясь, в принципе, к тому же самому. Ну, я вам скажу так, в прошлом году городского округа не было. В этом году есть. За свои слова отвечаю. Те организации, а у нас такой опыт есть, которые не справляются, не работают и так далее. Я говорю, ничего личного, мы их изгоняем. Все предельно просто. Не работают и сгоняем. Это сегодня ко мне. Есть почта, социальные сети и хромцов. Потому что вся информация... Друзья мои, вот вы говорите, встань. Человек нашел себе работу, как и Ружинский. Как и Ружинский. И за эту работу он отвечает и на нее ходит. Кто работает поваром из вас? Никто. Кто работает врачом? Я. Зачем на работу ходите? Я могу спасать вас. А спросите, зачем он ходит на работу? Чтобы отписку делать. Вот. Вот вся история. Можно вопрос по частному сектору Марусина? Ну давай. Да, говорите. Вот то же самое зимой, когда идет снегоуборочная техника. От поворота Заречного в сторону Матюкова. У нас выезд, нас заваливают. Мы выехать не можем оттуда. К нам туда никто не заезжает, ни один трактор. У нас или старосты иногда очищаете, или мы нанимаем трактора, чтобы нас отвалили. Просто вот заезд нам туда идет в Марусина, который перед речкой Чернавца направо. Понимаю. Видите, мы... Я даю себе отчет, что происходит. Я живу на этой земле. Поэтому понятно, что есть основные магистрали. Дороги чистим. Понятно, снега много. Образовывается отвал. Кто-то живет в этом каком-то проезде или проулочке. Там завалилось снегом. Будем думать, потому что эти, скажем так, навалы тоже надо разгребать. Это отдельная тема. Там не частный дом. Там дорога идет. Я понимаю. Мы не можем выехать. Я понимаю. Поэтому вот эту тему надо, вот, Егор, нам просто отработать. Потому что чистят основную дорогу, а в сторонку, поэтому завалило, и там гора, получается, снега. Еще один вопрос. Вот у нас за этой линией, которая идет до Блокса, которая идет вдоль дороги Марустина-Матюкова, значит, у нас грязная, как сказать, мешанина, трудомка. Вот. Через нас ходят все в магазин магнит. Мы сами ходим, потому что вдоль дороги мы пройти не можем. У нас вот такие тротуары, которые нас обливают самазой. И мы идем на остановки, в магазины, в тот же паб, везде. Ну, как вас зовут? Ирина. Ирина по-батюшке. Можно нам или тротуар, или что? Ирина, смотрите, я извиняюсь. Отсыпать хотя бы. Вот могу я сказать, смотрите, друзья мои, вы меня извините. Вот Люберцы. Люберцы развивался как город. Ну, по крайней мере, порядка последних там 300 лет. Как город. Да? И в этом городе так получилось. Нет ливневки. И мы что сделали в последние годы? По Люберцам вы замечаете. Мы везде сделали дороги, заасфальтировали и положили бордюр. Потому что когда нет бордюра, это грязь сразу на дорогу. Бордюр положили, вода по дороге, ливневки нету. Что происходит? И мы пытаемся, мы сегодня, скажем так, я расскажу, с Божьей помощью и помощью губернатора вошли в программу реконструкции Октябрьского проспекта. И по Октябрьскому проспекту будет делаться ливневая канализация. Вот ливневая канализация по Октябрьскому проспекту от Жулебина до поста ГАИ, кто знает Люберцы, миллиард рублей. Чтобы понимали, что такое ливневая... Марусина развивалась, я извиняюсь, как деревня. Тут вообще никто никогда не думал, ни о какой ливневке, ни о каких тротуарах. Просто не думал. Мы сейчас этим... Мы с этим сами займемся. Даю вам слово, будем и дорогами заниматься, и тротуарами. Потому что Марусина сегодня, по сути, город. А с пустырем что будет? Скажите, пожалуйста, с пустырем, который за школой, вот здесь, за старыми панельными домами. Что будет с пустырем? Огородили, огородили, не сняли, что с этим пустырем, какой-то вообще... Ну, сейчас не скажу. Что она будет у нас? Реконструкция школы. Говорят, будет реконструкция школы. Пристройка школы, на сколько мест? 450? Пристройка школы на 450 мест. Ну, не на весь, это уже... Смотрите, есть баланс территории. Поэтому, сколько там мест должно быть в школе, должна быть такая-то территория. Понимаете, да? Поэтому, должна быть зона там для отдыха, для прогулок, стадиона и прочее. Поэтому... Будем делать. Так, друзья, мы им уже задавали вопросы. Вот мужчина у стенки, да, пожалуйста. Очень приятно, что вы все-таки посетили наш забытый богом уголок. Я житель деревни Марусино по улице Буденного. Через мою 15-летнюю здесь, так сказать, деятельность, работу... Ну, не работала, а жилье. Прошло три администрации поселка Крымского. Ну, конечно, сейчас мне не хотелось бы обучивать их работу, вот. Но палец о палец, так далее, они не ударят. Тарак. Ну да, если только минусы насчитать. Сейчас получается так, что все в ваших руках, так сказать. Округ един в ваших руках. Вы подобрали себе, ну, наверное, достойных заместителей, направленцев. И тех, кто будет, так сказать, разгребать то, что администрация Краскова, ну, не смогла делать. Мы очень на вас надеемся. Я бы не хотел сейчас озвучивать то должностное лицо, которое сказала следующее. Улица Буденного, деревня Марусино, улица Буденного. Мы в течение 15 лет обращаемся к губернатору, еще будут чайгромы, к управлению делами президента Сибирьев. Начиная с воды, с дорог и все остальное. Мы сейчас все это дело обучаем. Вот там есть целая петиция, и жители 50 домов, 50 домов, что меня, так сказать, поразило. По улице Буденного, мне чиновник или представитель власти, я не знаю, как назвать, сказал следующее. Я озвучивать не буду фамилию, потому что, чтобы, ну, наверное, сейчас не делали кадровых перестановок. Улица Буденного. У вас в деревне Марусино не стоит на балансе. Это какой-то кошмар. Да, не стоит. Поэтому нет... Андрей Николаевич. Нет. Запишите, стоит на балансе или не стоит. Я допускаю, это может быть. Нет. Допускаю, может быть. Но мы посмотрим, протокол несем, и вы, если не трудно, Владимир Борисович, вы подойдите после встречи, Владимир Борисович, телефон оставьте. Владимир Борисович, лично разобраться и сообщим. Надо понять, стоит эта улица на балансе или нет. Нет. Вы понимаете, что 50 домов. Владимир Борис сказал, что стоит. Не, я понимаю. У нас есть проезды на балансе, они стояли, и улицы не стояли. Разберемся. Говорите. Да. Давайте так, я сейчас не буду вам выдумывать, ты владеешь вопросом или нет? Я владею всем вопросом. Вот пустырь. Какой пустырь? Вы имеете в виду ЮЭД Московия, да? ЮЭД Московия. На сегодняшний день эта территория находится, да, в правительстве Московской области будет соответствующий проект, проект, соответственно, будет развитие под многоквартирные жилые дома, малоэтажные. А по школе стройки? До стройки? Какой пустырь у школы? До стройки? Ну, я сейчас не могу сказать, но есть график, есть... 2020 год. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, у нас открывается частный медцентр, услышите? Да. Мы бы очень просили, если вы там прикрепили нас как-то к этому медцентру, и вот у нас, мы пенсионеры... Хорошо. Чтобы... 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 Тем более, это реально, потому что многие частные сутки радуют, а будут... Хорошо, мы вас услышали, тоже пишем, Михаил Николаевич, займемся. Хорошо. Так, вот мужчина сзади, вот который... Если мы в деревне Матерплова, это Кореневский город, мы получаем, у нас такая вещь. С одной стороны может заехать маршрут, но туда дальше дороги нет. Дорога должна была идти от единицы, 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 от единицы. Если бы была эта дорога, которая должна была быть, то тогда можно было бы и маршрутки, и автобус спустить здесь по этой дороге, и нам бы, например, вот мне, не приходило бы 1200 метров, чтобы туда по длине электропередач 110, которые под дождем, когда идут, нам через зон пробивают. Не нужно было бы заход туда, на эту остановку, тем более там в практике, все остальные нет. Здесь было бы очень удобно. Вопросы были уже еще одна, но это уже по-другому, но это уже по-другому, с ним не было. А сейчас же вот этот мост. Ну хорошо, по дороге, ну понятно, мы фиксируем, но будем думать. Сейчас я не готов сказать что-либо. Можно дополнить? Хорошо? Да, да. Можно дополнить просто вопрос. Был утвержденный план уже на эту дорогу, в 2018 год, предыдущий, ну, администрация еще при Волкове. И вот сейчас, сейчас я пытаюсь привязать к строительству Гринюнского форта там 2-3. Ну, я сейчас не готов. Мы давайте посмотрим, разберемся. Значит, Егор, разобраться, да? Я буду. Пытается привязать. Разобраться надо. Это администрация. Ну, надо посмотреть, если там дорога, его в план ставить и делать. Можно рассказать, там областная. Ну, значит, для этого есть мы, если это областная, значит, с областью отработать. Вот вся история, все просто. Значит, какое есть предложение? Давайте три вопроса и завершаем. Будет предложение? Да. Ну, смотри, так. Продолжение следует. Те, кто не говорил. Давайте я, я еще не говорил. Ну, вы с одного общества. Тихо. Смотрите, у меня вопрос продолжения. У нас компания «Стимул» вручила письмо от администрации, что они неправильно оставляли тарифу. Вот, перерасчет жителям, они делают только по заявлениям. Почему-то они по собственным желаниям. Это первое. Второе. У ЖН почему-то они выставляют отдельной строкой, хотя у нас договор тендерный, который они нарушают. И, ну, хотелось бы ответ получить на это все под протокол. Вот «Стимул» и «Я» уже поделся вручил. Семена-то и сама потенциала касается. И второй вопрос о безопасности. Администрация ответила, что камеры беременные, которые смотрят на детские площадки, подключены к безопасному региону. Инженер, управляющий компанией, подходил, проверял. Отключил камеру, сказал, что в лесу к нему в течение нескольких дней не приезжал. Кто отвечает за эти камеры? Кто потом будет отвечать за наших детей? Кто отвечает? У нас кто? Василий Владимирович, пожалуйста, скажи. Да, добрый день. Действительно, эти камеры подключены к безопасному региону. Давайте после совещания останемся. Я запишу и завтра прям проверим, и я сообщу вам дополнительно. Ром, а можно сразу по тебе? Да, по... У ЖКК, да, по платежам. Говорите. По платежам, расчетам и возвратам. В виде расчета мы осуществляем. Все дело в том, что у нас проблемы с лазочным, собственно, с дорогами. Владимир Владимирович может там тоже так не нарушить. На конкурсе документации, когда оставлялся тариф и, собственно, перечень работы. Уборка нашего дорог на Руси на 5 широченных по 8 метров включена и не было. Было выставлено участок в размере 38 тысяч квадратных метров, который считается как детская площадка, дома, предполагающая территория. Мы по этим подписались 2887 тариф. Когда мы зашли на участок, получили, собственно, документацию на участок, размером куда-то 2 тысячи квадратных метров. И в тарифе не было заложено уборка дорог. В марте советуем депутаты поселения Краскова было принято решение об изменении тарифа на 33-40 рублей. Именно, видимо, исходя из того, под наш кадастр, для того, чтобы мы принимали подрядные организации и убирали дороги после включения тяжелой техники. Потом нам написали заправление по тарифам, что мы имели право снять этот тариф, потому что стендерный договор записан и средств на уборку этих дорог у нас сейчас нет. Незаложные тарифы. Почему ОДН отдельный страх? По закону. По закону по содержанию ремонта. Мы не должны ли мы содержать, мы чем-то должны поливать для зоны, чем-то должны. А есть здесь кто может сказать, кто там сыр писал? Ну, ответьте, пожалуйста. То есть, почему ОДН вынесется в отдельную строку? Стимул говорит нам, что это вот так как правильно. Вы как? На данный момент, да, раньше так было, но с этого года общие дымовые нужды включены в содержание текущий ремонт. Ну, они должны быть в сумму договора. А? И сумму договора вычитаться должны. Ну, что значит вычитаться? Ну, они входят в тариф 28-87. А это входит? Еще раз это. Нет, когда, понятно, вопрос. На данный момент конкретно сейчас... Еще раз. Текущий ремонт? Текущий ремонт содержания на данный момент входит в общие дымовые нужды. Вот. Вот это вот мы спрашиваем. А нам выносят ОДН отдельно? Мы замечания свои написали. На следующее время в совместном ДЖИ проводим проверку в управляющей компании. Когда будет результаты проверки, мы вас проинформируем. Ну, там действительно есть определенные вопросы, которые сказала управляющая компания. Но мы сейчас отдельно разбираемся с юристами. Что же отдельно? А мы когда это услышим? Когда мы закончим разбираться... Значит, давайте так... Андрей Николаевич, срок... Давай договоримся. Десять дней. Срок сколько? Десять дней. Срок десять дней. Так, вот женщина в очках, пожалуйста. Дайте микрофон человеку. Нет, я вам заинтересовала. Заведчик, дом 1, Шибалина. Несколько раз я писала в администрацию обращение. Меня провожает в суд. Дело в том, что соседка, дом номер 3, на 20 собственников. Соседка одна, Никитенко, выстроила, вопреки всем нормам, трехэтажный дом. Еще один, между двумя домами, еще один дом. Меня посылает в суд. Кто ей дал разрешение на это? Ну, я вам так скажу. Я много раз писала. Здесь тоже оставила обращение одно. Хорошо, вы оставили. После этого мне просьба подойти к сырову Андрею Николаевичу, запиши координаты на особый контроль, понять, что происходит, чем помочь. Хорошо. Так, говорите, давайте. Долгий лов. Значит, это я без меня. Вот вы задели вопрос, что качество дорог, много объемов, большие выполненные, ямышный ремонт, который только в одной России фиксируется, нигде за рубежом нет такого вида ремонта. Вот я езжу велосипедом, и я вижу дорогу, то есть город, с которой я еду. Значит, чисто участок проехал, выполненный капитальный ремонт с новым покрытием. Через месяц еду, вижу высверлены керны, взяты образцы для анализа. Ямки остались. Так это что, для ямышного ремонта? Их никто не заполняет. Я даже дошел до этих комиссий, значит, лаборатория, независимая лаборатория. А чего независимая? А чего независимая? То есть производится, анализ берет независимая лаборатория, и в технологии не заложено, а кто же ямки будет заполнять? Бывает одна ямка, две, даже пять ямок. Согласен, эта лаборатория берет на анализ, а ямы должны заполнять. Поэтому, Егор Вячеславович, эту тему, потому что, я согласен, это повсеместно. Вот так вот, я это все вижу. Второй вопрос. Строится метро. К нам сюда, да? Пока щиты не вышли из земли, а я, как бывший работник, железнодороги и метрополитен. Вот. Это очень дорогостоящая работа по опустить щиты и поднять. Километр сюда с армитрацией двух остановок. Самолет и Марусин. Вы сами говорите, что Марусин город. Тянусь сюда, пока вы можете найти таковший ясенодороги и метрополитен. Как вас зовут? Как зовут вас? Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, я с вами согласен. Не, ну вы все-таки на... Смотрите, Анатолий Васильевич, посмотрите, просто для всех говорю. Все жалуются или говорят частенько, что есть Москва, есть область, в Москве одно, но другое. Я вам хочу, чтобы вы знали, только консолидированный бюджет, такой слова употребляю, кто меня понимает, да? Москвы в четыре раза больше области. Я не говорю, правильный, это раз. Смотрите, два субъекта, там мэр, у нас губернатор. Значит, в Москве, метрополитен, города Москвы, своя империя, а мы в области, понимаете? Поэтому все, что сегодня строит, строит Москва. Да, я подпишусь, подкажу вашим... Я даю слово, напишу письмо Собянину, может, получится. Нам и вопрос такой интересный, что когда в Котельнике провели, все-таки провели, да, были трудности, было... Котельники не провели. Это на границах Москвы и области, и просто выход есть один в Люберце, вернее, наступит на сквартал будет, и в Котельнике, но это погранично. Понял. Второй в Америке, еще один в Америке. Вы знаете, что с этой дорогой? Эта дорога будет... Эта сегодня дорога, она проектируется. Она проектируется? Да, по крайней мере, сегодня она везде озвучена. А? А где она будет? Другий лук зацепит или нет? Потому что первоначальные варианты были... Мне, говорит, главный архитектор зацепит, пройдет рядом. Рядом пройдет. Дома. Дома сносится или нет? Так, следующий вопрос. Когда будет дорога? Не знаю, 20-20-2023 год, раньше не будет точно. Владимир Петрович, вот председатель писал письмо. В прошлом году, когда была большая вода, вода хлынула в долгие губы. Мы уже на второй раз разбираем. Так, что в этом году, на этом треклянном повороте, свалило дерево, запруто получилось. Писали письма? Одни отписки. Никто ничего не делает. Дерево вывезли? Дерево не вывезли? Не вывезли никто ничего. Дерево лежит? Владимир Порисович, вывезьте, я тебе прошу. Завтра пятница крайне срок. Он отвечает за эту территорию. Если Ружинский за все отвечает, то Хранцов конкретно за Красково-Малаховку. Владимир Порисович, еще один вопрос. Там две трубочки, ливневые канализации. Если бы вы видели, что оттуда только течет. Рядом, буквально в 100 метрах, офисная станция построена. 25 метров глубина. Они или не пропускают, или они открыли запишки напрямую. Это явно не очищенная земля. Я звонил по этому поводу. 112. Мне звонок в полдвенадцать ночи. А вы не можете нам место показать? Хорошо, мы записали. Хорошо, дальше идем. Давайте так. Три вопроса. Согласились? Три вопроса. Начинаю по кругу. Минуточку. По кругу. Говорите. Ремонтировали. Тихо. На следующем году откроется. Чтобы лучше найти душу. Можно ли решить вопрос с мозгом через механку в самолет. Чтобы не было приколеплено. Не есть, Георг. Слышишь? Не есть. Нет. Мостыщи. Это другой мозг. Это другой мозг. То есть здесь пошли в мозг. А? Давайте поработаем. Хорошо? Да. Егор, ты представляешь, где это? Да, Егор. А? Да, да, да. Заверите. Хорошо, хорошо, спасибо. Молодой человек в конце руку такой высокой тянет. Давайте. Минуточку. Что? Не слышно. Минуточку. Ваши планы действия. ЖК Заречный. Задёшь вопросом? Говори. На сегодняшний день, да, все подготовлены документы для ввода, да? Ну, вы знаете всю историю, я вам не буду уже рассказывать, да? Сейчас все подготовлены документы и уведомление, соответственно, застройщику было предоставлено, чтобы они приехали и, соответственно, подготовили соответствующие, да? Нет, они умерли. Как умерли? В смысле? Нет, они за границу уехали. Ну, давайте мы их нет, никто не приехал дальше. Документы только будут лежать. Нет, документы, они все, технические условия, все, справки есть. Все соответственно. Вводить, чем же делать? Вводить надо. Без собственника нельзя. Если они, извиняюсь, не дай бог, где-то уехали, или как-то умерли, в кавычках, естественно, да, тогда мы можем ввести через суды. Если они не обнаружат, тогда через суды. Это их собственность, я не имею права, я даже понимаю. Договорились? Молодцы, да. Владимир Петрович, я думал, что вы к нам приехали. Когда вы планируете в следующий раз приехать, чтобы мы подвели итоги прошедших? Молодец. Ну, спланируем, я думаю, если все будет нормально, там через полгода, там плюс-минус. Но я же по территории же большая, вы понимаете. Поэтому Хромцов на месте всегда. Хорошо. Договорились. Поэтому, дорогие друзья, если вы не возражаете, будем завершать. Вам всем хорошее настроение. Извините, что немножко в эмоциях, но спасибо за активность. Всем здоровья. Спасибо. Спасибо.